Был инцидент такой, что из-за отсутствия кладки начала разрушаться арка, несущая часть. Мы были вынуждены сразу же принять решение, незамедленно, восстановить эту часть печи, потому что это является тоже частью несущей стены. И, ну, как-то, не знаю. Если бы мы этого не сделали, скорее всего, бы рухнула вся часть флигериной башни. В таком полуразрушенном состоянии находится объект культурного наследия регионального значения – одно из зданий бывших Лазаревских казарм. Сейчас он в ведении Севастопольского филиала Государственного морского университета имени адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Флигель северной стороны строения не ремонтировался со времён реконструкции 1949 года. В октябре 2020-го техническое обследование здания провела компания «Строй Крымразвитие», которая не специализируется на объектах культурного наследия. В заключении говорится, что состояние сооружения ограниченно работоспособное. Процент изношенности здания составляет от 30 до 50 процентов в разных конструкциях. То есть там фундаменты 30 процентов, кровля там, покрытие там свыше 70, наверное, деревянные балки, перекрытие, перегородки. То есть это всё от 30 до 50 процентов в целом по зданию. С 2002 года, когда в здании бывших Лазаревских казарм расположился филиал Новороссийского университета, помещение постепенно ремонтировали. Студенты учатся на первом, втором, цокольном и частично третьем этажах в обновлённых аудиториях. На фасаде кондиционеры, окна в основном пластиковые. Сохранилось несколько железных рам. Цокольный этаж снаружи облицован современным караедом. Зданию почти 200 лет, поэтому неудивительно, что оно нуждается в реставрации. Из этих проёмов, короче говоря, выпали фрагменты кладки. Вот здесь, в этом, короче, части второго этажа проёма, была как бы часть каменного подоконника, да, внешнего, ну, или, как сказать, отлива, да, и он выпал сюда, на эту часть. И из этих тоже двух проёмов тоже выпали небольшие фрагменты. Спасать историческое почти двухвековое здание руководство университета решило с помощью штукатурки. По словам директора учебного заведения, это вынужденная мера. Он уверяет, оштукатурить собирались столько флигель, а не весь фасад. Остальную часть здания трогать не планировали. Руководитель вуза удивился, что общественность города беспокоится об оштукатуривании исторических зданий. Мы здание сохраняем. Мы единственное, которое здесь, это здание сохранили, мы вели порядок. Видите, что здесь делается. И если мы немножко затронули часть флигера, потому что он в разрушенном состоянии был, решили пошукатурить вылученные меры. Однако Севнаследие не выдавало разрешения на сокрытие исторической кладки под слоем штукатурки. Нужно было разработать научно-проектную документацию и нанимать реставраторов. Руководитель филиала утверждает, что не знал о принадлежности к объектам культурного наследия здания бывших Лазаревских казарм. Одного из старейших сооружений в Севастополе, возведенного с 1830 по 1840 годы. Адвокат Александр Воробьёв говорит, что за 19 лет никаких претензий и требований от Севнаследия ни в филиал, ни в сам университет не поступало. Впервые директору сообщили о том, что здание относится к объектам культурного наследия только 5 февраля этого года, когда было опубликовано предписание о приостановке всех видов работ. Поэтому и административное производство в отношении университета должны прекратить, убеждён Александр Воробьёв. Любой объект культурного наследия должен быть персонифицирован. То есть указан адрес, здание, номер, улица и так далее, и так далее. Этого нет. И у них не все объекты, в том числе Лазаревских казарм, входят в объекты культурного наследования. Мы сегодня это спрашивали. Поэтому давайте разберёмся, входит ли этот объект в состав культурного наследия или нет. А потом уже будем делать какие-то другие выводы, кто должен нести ответственность, почему должен нести ответственность, должен интересоваться историей или не должен. Вина заключается в том, что мы действительно не провожали инициативу в этом вопросе. Надо было подъехать, заранее все это посудить. Мы не думали, что это так связано с предписанием. Когда у тебя есть предписание, мы задумались, что мы были неправы. Мы не ожидали, что так получится. Теперь будем знать и будем работать, как положено. По законодательству университету положено заказать научно-проектную документацию, которая обойдётся не в один миллион рублей. И дождаться её утверждения методическим советом присев наследия. Только после всех согласований можно будет нанимать сертифицированных реставраторов, которые знают, как сохранять историческое наследие.